В прошлом году Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики начало мониторинг средств массовой информации. Он проходил в октябре, ноябре и декабре 2021-го, где приняли участие более 50 медиа. Основное внимание уделялось соблюдению закона о государственном языке. В частности, рассматривались типографические ошибки, речь журналиста, его умение задавать и слушать вопросы. Как рассказали в Министерстве культуры, результаты мониторинга говорят о том, что нарушают законодательство в основном каналы ретрансляции. По итогам проверки, многие телеканалы частные, которые занимаются ретрансляцией, они не соблюдают. Все наши гостелерадиоорганизации дают хорошие показатели. По итогам прошлой проверки, мы в прошлом году проверили 49 телерадиоорганизаций. И наши сотрудники выезжают на места, в офисе этих телерадиоорганизаций, проверяют и выявляют нарушения. Потом они дают, получается, предупреждение. Второе – это штраф. И третье – временное приостановление, аннулирование лицензии. Ранее за несоблюдение норм по госязыку и производству отечественного контента Минкульт приостановил вещание пяти телеканалов. Отметим, согласно действующему закону, телеканалы и радиостанции должны выдавать в эфир не менее 50% контента на кыргызском языке. Как говорят медиа-эксперты, цель таких мероприятий – не провоцировать противостояние, а развить и популяризировать язык. Несоблюдение не только журналистами, но и гражданами правил кыргызского языка может стать большой проблемой в будущем. Такого мониторинга, который мы провели сейчас, не было ещё со времён Советского Союза. Можно сказать, это первый такой мониторинг. Мы обращали внимание на всё – и на речь, и на орфографию. Ведь кто, если не журналисты, должны соблюдать правила? СМИ являются примерами. Поэтому мониторинг – одна из больших работ наших госорганов. Это нельзя откладывать. Нужно этим заниматься здесь и сейчас. Есть три основные составляющие государства – это язык, народ и земля. И только тогда, когда это объединится, начнёт развиваться наше государство. На это и направлена государственная политика. Кыргызский язык – основной инструмент журналистов, поэтому его мы должны популяризировать. По словам специалистов, одним принятием законопроекта ограничиваться не надо. Для достижения желаемых результатов нужно и соблюдать его. В первую очередь, журналист должен нести ответственность за свои публикации и сказанные слова. Как считает председатель Национальной комиссии по государственному языку Сарпай Мусаев, до тех пор, пока не будет строгих требований, не будет и грамотности населения. Он отметил, что в каждой редакции должен быть корректора, который бы следил за соблюдением правил кыргызского языка. Сегодня перед Кыргызстаном стоит одна из важнейших задач – сохранить языковое наследие. Но в первую очередь, для развития и популяризации языка каждый кыргыз должен говорить на нём. Я считаю это необходимостью. Только язык остаётся единственным мостом, через который из поколения в поколение передаётся духовное наследие народа. Сейчас многие говорят, что в университете недостаточно преподают знания. Это неправильно. Каждый человек должен начинать с себя. Из древней наших предков никто не учил. Они сами, в первую очередь, хотели быть образованными и культурными. Отметим, закон о телевидении и радиовещании был принят в 2008 году, а в 2011, 2014 и 2017 годы в него вносились изменения. Документ регулирует норму предоставления рекламы на отечественных теле- и радиоканалах, а также направлен на повышение качества эфира медиа-организаций. Помимо этого, в нём заложены основы политики по развитию государственного языка. Мирима Албекова, Вячеслав Кравченко, 5 канал.